Девушки отдыхают 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 спортом, да, и, наверное, у большинства родителей как раз проблема, ну, по крайней мере, те, которые ко мне обращаются, они связаны не с тем, что они, ну, позволяют себе отдохнуть, а то, что они, наверное, в большей степени много отдыхают, мало учатся, это, скорее всего, отсутствие мотивации к учению. Вот это, да, это действительно бывает проблема. Но если ребенок говорит, я не хочу, отстаньте от меня, как мы его замотивируем? Такого уже детину подросшего. Смотря о чем идет речь. Прежде всего, мотивация это то, что, ну, движущая сила, да, какая-то. Надо, наверное, дать ребенку картинку, образ какой-то, да, ну, это со мной работает, я думаю, это со взрослыми людьми работает, со многими. Когда я представляю, да, что в голове, соответственно, я знаю, что мне нужно. Я, допустим, хочу пить, я представляю себе бутылочку воды, да, как я ее пью, я получаю какое-то внутреннее, да, там, желание, удовольствие, и у меня есть какой-то эффект от этого, да. Ребенка заставить учиться таким образом достаточно сложно. Это проблема, потому что... Так, какая должна быть картинка, чтобы он захотел идти в школу? Это, наверное, с самого детства развивается, когда мы закладываем... Есть инзитивные периоды, так называемые, да, в развитии детей. Соответственно, учебная деятельность, мотивация, это вот как раз начальная школа, да, период, наверное, лет с семи, да. До этого закладывается произвольность в действиях. Если в этом плане будут проблемы, то мотивацию к обучению будет очень и очень сложно сформировать. Почему? Потому что, в принципе, учиться очень часто неохота. И дети, у которых сформирована произвольность в действии, да, им, соответственно, гораздо это делать проще. То есть, если не сформировано, родители выдыхают, понимают, что делать больше уже совсем. В подростковом возрасте формируется так называемая саморегуляция. Вот, это тоже то, с чем страдает очень часто подросток, да. Причин, ну, бывает много, да, это и, ну, какие-то личностные особенности, да, в развитии связаны. Бывает, это переходные возраста, да, кризисы какие-то, их там, ну, как минимум. А чего он там не может саморегулировать конкретно? Ну, как чего? Ну, да, допустим, домашнее задание, да, есть, хочется погулять. Помимо того, что хочется погулять, хочется посидеть в телефоне, да. Такое название балбесничать. Ну, да, можно и так назвать. Слушайте, ну, вот он, допустим, ты говоришь, вот ты не хочешь учиться, как, так, ла-ла, он говорит, ой, знаете, а Стив Джобс тоже бросил, значит, учебу. И вроде у него пример потрясающе успешного человека и того, как он, как бы, балбесничал. И какой-нибудь сетей момент, да. Он вообще еще лучше. Ну, да, на самом деле, как бы, ну, именит место быть. И что тогда? Как нам быть? Видите, мы к вопросу об авторитетах переходим. Действительно, как бы, средства массовой информации, да, в том числе создают у детей, да, создавая вот это информационное поле, у них есть возможность ссылаться, да. А вот этот может то-то, этот может это. И он не всегда находит, что причины для того, чтобы не делать то, что в данный момент взрослый просит, да, настаивает. Ну, взрослый должен быть умнее. Соответственно... Может, начать тогда подросткам платить, раз взрослый умнее, и тем самым мотивировать. Есть опыт. Многие взрослые применяют, да, за определенные успехи, какую-то оплату. Есть неоплата, не обязательно финансовая, да, допустим, у детей, которые, ну, сложности, да, определенные за домашним заданием, им платят изюминками, допустим. Что-то сделал, на изюминку, что-то сделал, на изюминку. Изюминками, изюминки. Изюминки, про изюминки, я так понимаю, вы говорите. Изюминки, про изюминки. Интересно, каких современных детей можно сейчас не любить изюминкой? Современные дети, ну, как бы, это, смотря какой возраст. Короче, не даете детям сладкое, что они мечтали, а потом кормите их изюминками. Если не помогает, обещаете айфон в конце года, и все нормально. Ну да, современный. У нас, кстати, продолжает, наш вечерний чат работать, не забывайте писать комментарии. Вот как раз Елена Иркова свой метод озвучила, как она с этим борется. Если ребенок совсем ничего не хочет, надо срочно померить ему температуру. Если не болен, то бегом за вкусняшками. Создаем почву для общения. Вот такой вот способ интересный. Пишите вопросы свои, кстати. Мне очень понравилось вот в этом комментарии по поводу общения. На самом деле это очень важно. И прежде всего, очень многие проблемы, да, можно решить именно разговаривая с ребенком. Чем чаще родитель общается со своим чадом, тем больше у него возможностей для, в том числе и маневра, и для воздействия на ребенка, если, ну, как бы, он чего-то хочет от него добиться. А если бы взрослый... А потом потом пришел, говорит, так, мы тебе... А вот сейчас общаемся, да? Да, да. За изюминки. А вот если у взрослого, у самого, вот у меня, у родителей, там, нет мотивации, ребенок же этим от меня заразиться может. Вы знаете, вы как бы верно подметили. Очень часто в семьях, да, существуют проблемы, да, когда дети от взрослых перенимают, да. У взрослых проблемы, у родителей проблемы, соответственно, тоже накладывается на детей. Определенные стили воспитания, да, личностные особенности во взаимодействиях с детьми, да, они накладывают. То есть если родители лежат на диване и не хотят с него вставать, мотивировать детей, бесполезно получается. Ну да. Нужно прежде всего своим примером. Воспитание ребенка – это воспитание самого себя. Вот как. Какая-то сложная схема. На самом деле ничего сложного. Своей жизнью, да, и тогда у детей будет что-то меняться. Никаких таких волшебных рецептов, как что-то сделать с ребенком, чтобы он резко замотивизировал. Волшебство, оно в Новый год, Новый год закончится, так волшебство не бывает. Работа, 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 и, соответственно, тогда будет результат. То есть создавать эту картинку, получается, нужно в себе. Как вы говорили вначале про картинку, на которую будет ребенок смотреть. Надо понять, чего хочет ребенок. Соответственно, если у ребенка, ну, на данном этапе у подростка игровая какая-то деятельность, то есть он, то есть, ну, не подрос, не вырос, да, до учебной деятельности, соответственно, нужно понимать, какие дефициты он возмещает, да, играя, ничего не делая. Возможно, у него какие-то трудности. То есть с ребенком надо поговорить, пообщаться, выяснить, и, соответственно, начинать давать ему то, чего он хочет, но только, ну, грамотно подменяя, корректируя, и в результате мы можем вывести ребенка, ну, действительно найти ту точечку, ту мотивацию, которую действительно скажешь. Ну, да, действительно, я этого хочу. Это говорит про какие-то занятия, просто я знаю, знаете, вот у многих было в детстве, когда вот тебе нужно ходить в музыкальную школу, там, тебя водят на танцы, там, если папа, не знаю, занимался каким-то борьбой, он ходит на борьбу, то есть нужно спрашивать у ребенка, чего он хочет, и вот это может его замотивировать же, да, допустим, я хочу вообще быть рок-музыкантом, и ты говоришь, давай будем учиться на гитаре, да? Здорово, когда у ребенка есть возможность попробовать все. В наше время, да, иметь возможность, да, информационную доступность, что это, как это, попробовав себя, мы имеем возможность понять, нравится нам это или нет. То есть пусть пробуют себе на здоровье, выбирают, что ему нравится, но подкуп и шантаж, родители тоже про него помнят, что тоже можно использовать таких. Можно, но осторожно, лучше всего консультироваться. Можно, но осторожно, если что, обращайтесь к психологу. Ну что ж, спасибо большое, Алексей. В гостях у нас был Алексей Ежакевич, педагог-психологка.